Продолжение следует... Закону подчиняются основные параметры электрических цепей. Как их рассчитать, чтобы приборы работали исправно? Давайте вспомним. Какие условия необходимы для существования электрического тока? Что называют постоянным электрическим током? Закон Ома для участка цепи. Формулу расчета сопротивления проводника с учетом свойств материала проводника и его геометрических размеров. Типы соединений проводников и формулы расчета параметров электрической цепи для каждого типа. Мы уже знаем, что электрическим током называют упорядоченное, направленное движение заряженных частиц. Для возникновения и существования электрического тока в проводнике необходимо Наличие свободных заряженных частиц Электрическое поле внутри проводника или в среде, где протекает электрический ток Сила, действующая на свободные заряженные частицы в определенном направлении И замкнутая цепь О наличии электрического тока мы можем судить по тем действиям или явлениям, которые его сопровождают Различают тепловое, химическое, магнитное действие тока Постоянный ток Модель электрического тока В которой сила тока не зависит от времени при неизменном распределении заряда в проводнике Для широкого класса проводников, в том числе для металлов, справедлив закон Ома для участка цепи Сила тока на участке цепи прямо пропорционально приложенному напряжению И обратно пропорционально сопротивлению этого участка цепи Проверим справедливость закона Ома для участка цепи Соберем цепь, состоящую из резистора, источника тока, амперметра, вольтметра и ключа Измерим силу тока, когда цепь впитает одна батарейка Повторим опыт с другим напряжением Мы видим, что сила тока растет прямо пропорционально увеличению напряжения Основная электрическая характеристика проводника – сопротивление От этой величины зависит сила тока в проводнике при заданном напряжении Причиной электрического сопротивления является взаимодействие электронов При их движении по проводнику с ионами кристаллической решетки Электрическое сопротивление металлов прямо пропорционально длине проводника И обратно пропорционально площади его поперечного сечения Величина ρ – удельное сопротивление проводника Величина, зависящая от рода вещества и его состояния В основном от температуры Единица измерения удельного сопротивления – ом, умноженный на метр Однако, очень часто для решения практических задач Более удобной оказывается единица ом, умноженный на миллиметр в квадрате и деленный на метр В этом случае для расчета сопротивления проводника Его сечение измеряют обязательно в миллиметрах квадратных Электрическое сопротивление измеряют омметром Пассивные элементы электрических цепей Обладающие определенным значением электрического сопротивления Называют резистором От источника тока энергия может быть передана по проводам, устройствам, ее потребляющим Для этого составляют электрические цепи различной сложности При последовательном соединении электрическая цепь не имеет разветвлений Все проводники включают в цепь поочередно Друг за другом Соберем цепь, состоящую из двух потребителей Например, лампочек Источника тока, ключа и амперметров Независимо от положения в цепи Амперметры показывают одинаковое значение силы тока Измерим общее напряжение в цепи И напряжение на каждом из проводников Получим, что сумма напряжений на отдельных участках цепи равна напряжению во всей цепи Из этого эксперимента видно При последовательном соединении проводников Сила тока везде одна и та же Общее напряжение и сопротивление цепи Есть сумма всех напряжений и сопротивлений в данной цепи При параллельном соединении концы проводников подсоединены к одной и той же паре точек Сравним ток в общей части цепи с токами в каждом из параллельно соединенных участков цепи Соединим две лампочки параллельно, подключим их к источнику тока Для определения силы тока в каждой из ветвей соединений Лампочки последовательно подключим к источнику через амперметры Третий амперметр измеряет силы тока в неразветвленной части цепи Ток И, текущий по цепи, разветвляется на два тока И1 и И2 Часть тока идет через одну лампу Часть через другую При параллельном соединении все проводники подключаются к одному и тому же источнику тока Поэтому напряжение на параллельных участках цепи одно и то же И равно напряжению на всем рассматриваемом участке Из этого эксперимента видим При параллельном соединении проводников напряжение на них одинаково Силы токов суммируются А величина, обратная полному сопротивлению участка цепи, равна сумме величин обратных сопротивлений отдельных проводников На практике чаще всего встречается смешанное соединение проводников Это такие соединения, когда в цепи присутствуют и последовательное, и параллельное соединение Смешанное соединение проводников удобно рассчитывать при помощи метода эквивалентных преобразований Преобразование называется эквивалентным, если при замене одного участка цепи другим, более простым, токи и напряжения участка цепи, который не был преобразован, не изменяются Электричество упростило жизнь человека, сделав ее более комфортной и интересной Достаточно щелкнуть выключателем, и тут же зажжется свет, заработает стиральная машина, загорится монитор компьютера или экран телевизора и так далее Электрический ток получил широкое применение благодаря тому, что он переносит энергию, которая может быть превращена в любую форму Световую, тепловую, механическую В этой части урока мы узнаем, что представляют собой источники тока и что называют электродвижущей силой Если соединить проводником два противоположно заряженных шарика, то под влиянием электрического поля этих зарядов в проводнике возникает кратковременный электрический ток Заряды быстро нейтрализуют друг друга, электрическое поле исчезает Чтобы ток был постоянным, надо поддерживать постоянное напряжение между шариками Для этого необходимо устройство, которое перемещало бы заряды от одного шарика к другому В направлении, противоположном направлению действия сил, действующих на эти заряды со стороны электрического поля шариков В таком устройстве на заряды, кроме электростатических сил, должны действовать силы неэлектростатического происхождения Любые силы, действующие на электрически заряженные частицы, за исключением сил электростатического происхождения, называют сторонними силами Электростатическое поле потенциально Работа этого поля по перемещению в нем заряженных частиц по замкнутой электрической цепи равна нулю Именно в процессе совершения работы сторонними силами заряженные частицы приобретают внутри источника тока энергию, который идет на нагревание проводника Внутри источника тока заряды движутся под действием сторонних сил против кулоновских сил А во внешней цепи их приводит движение электрическое поле Природа сторонних сил разнообразна В генераторах электростанций сторонние силы – это силы, действующие со стороны магнитного поля на электроны в движущемся проводнике В гальванических элементах действуют химические силы Действие сторонних сил характеризуется важной физической величиной, называемой электродвижущей силой Электродвижущая сила, физическая скалярная величина, равная отношению работы сторонней силы по перемещению положительного электрического заряда внутри источника тока от его отрицательного полюса к положительному значению этого заряда Электродвижущую силу, как и напряжение, выражают в вольтах Работа сторонних сил не может быть выражена через разность потенциалов, так как сторонние силы не потенциальны Их работа зависит от формы траектории перемещения зарядов Вопросы для самопроверки Что такое электрический ток? Электрический ток – это направленное движение заряженных частиц, носителей заряда Какое действие оказывает электрический ток? Известно тепловое, химическое и магнитное действие тока Сформулируйте закон Ома для участка цепи Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению Приложенному к этому участку И обратно пропорциональна его сопротивлению Какое соединение проводников называют последовательным? При последовательном соединении электрическая цепь не имеет разветвлений Все проводники включают в цепь поочередно, друг за другом Какое соединение проводников называют параллельным? При параллельном соединении концы проводников подсоединены к одной и той же паре точек Что такое сторонние силы? Любые силы, действующие на электрически заряженные частицы За исключением сил электростатического происхождения, то есть колоновских Называют сторонними силами Что называют ЭДС источника тока? Электродвижущая сила ЭДС Физическая скалярная величина Равная отношению работы сторонней силы по перемещению положительного электрического заряда Внутри источника тока от его отрицательного полюса к положительному К значению этого заряда Рекомендуемые домашние задания Параграф 25 Номера задач 727 и 728 Из сборника задач по физике Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok